Мы продолжаем читать наставление преподобного Ефрема Сирина из 2-го тома Добротолюбия, 35-й абзац. Хитрец, враг, разными способами в каждом из нас влил свои отравы, и кознями своими запинает каждого. Иной соблюл пост, но отдает себе власть соперничеству и зависти. Иной опять воздержался от срамного пожелания, но связан с тщеславием. Другой преуспел в бдении, но запутался в сетях осуждения. Иной удаляется от осуждения, но исполнен неподчинения и прикословия. Иной воздерживается от снедина, тонет в гордости и высокомерии. Иной, не утомив в молитвах, но уступает над собой верх раздражительности и гневу. Иной успел в чем-нибудь малом и превозносится уже над тем, который нерадивее его. У каждого так или иначе связал грех, и нет разумевающего. Такое вот слово, начиная описывать лукавство врага, с этого начинается абзац. Преподобный Ефрем Сирин, тем не менее, заканчивает странными словами, нет разумевающего. То есть мы представляем себе лукавство врага, как некое его насилие над нами, как некая его даже власть над нами. Причем же тут разумевающего? Причем же мы должны тут что-то понимать, услышать, как-то вот именно быть разумными, быть внимательными. Зачем, если речь идет о лукавствах врага, то надо, ну, либо мы совсем ничего не можем сделать, или надо тогда с врагом бороться тем, что мы, ну, скажем, молиться будем. Как обычно же у нас такая борьба с врагом, ну, или там причащаться чаще. Однако, сколько бы ни причащались, мы все равно проваливаемся в какой-нибудь смертный грех, либо не можем простить, либо всех осуждаем, либо непокорны власти, либо еще что-то вроде бы, как бы должен наш враг быть побежден, но мы же причащаемся, не получается, усиливаем молитвы, молимся, читаем псалтырь или акафисты, или каноны чуть ли не по 20 часов в сутки, а все равно то превознесемся, то осуждаем, то учим, то завидуем, то гнев нас мучит, то еще что-то. Опять не можем исполнить заповеди Христов, вот, как-то не получается у нас с врагом бороться, а ведь, как ни странно, вроде начиная абзац с утверждения козни власти и силы врага, когда Ефрем-то заканчивает словами о разумении, о том, что мы должны что-то понять и что-то уразуметь. В чем же дело? Враг, он, конечно, нас крутит. Ну, собственно, что ему делать-то еще остается? Он крутит нас, но не потому, да не будет этого, не потому, что он имеет над нами власть, не потому, что он, там, захватил эту власть над нашей душой. Нет, Христос нас не отдает врагу. Он крутит нас и потому, что мы невнимательны к себе, мы невнимаем к тому, что с нами происходит. Ну, хотя бы просто, вот, самая простая вещь, вот, в голову сейчас пришла, просто каждый день встречаясь с этим, человек, любой, может быть, это священник, может, это простая бабушка, она говорит, вот я думаю, и начинает говорить какую-то мысль, которая, ну, по сути дела, отвлекает ее либо от веры, либо от молитвы, либо от чего-то еще доброго, правильного, благочестивого. Вот я думаю. А почему вы решили, что эта мысль, которая пришла к вам в голову, разрушающая вашу веру, вергающая вас в пучину сомнения, отвлекающая от молитвы, разрушающая упование, там, заставляющая ревновать, завидовать, гневаться, кричать, почему эта мысль правильная? Надо же ее рассмотреть. Но любой человек убежден, что если мысль, это образ, картинка находится в его голове, значит, она его собственная. То есть он невнимателен к себе, просто не внимает тому, что с ним происходит. Ему пришла мысль о том, что вот он неправильно живет, все молится, молится, толку никакого нет, поэтому лучше надо перейти, вот скажем, в соседний храм, ну, там, к пятидесятникам. У них весело, главное говоря, что у них все изменения кругом, вот, все меняется по мановению руки, а я тут хожу уже три года в храм, ничего не меняется, пойду туда. Вот, или там, скажем, хожу там, молюсь за мужа, пощусь за мужа, вот, толку никакого нет, каким был, таким остался, а, надоело толку, ничего не помогает, пойду лучше на него наору. Вот, наорала, развелись, все хорошо, сижу одна. Вот, человек должен быть внимательным по отношению к тому, что с ним происходит, внимать своей собственной духовной жизни, своему сердцу. Об этом, ну, скажем, очень много написано в Священном Писании. Постол Павел пишет Тимофею, «Вникай в себя и в учение», или, скажем, «блюдите, как опасно ходите», или, там, тоже апостол Павел пишет, «Вы, обличая кого-то, обличаете в духе кротости, наблюдая сами за собой, чтобы не быть искушенными». Постоянно обращается там, или, смотрите, какие у вас плоды, плод духовный есть, а плод плоти есть вот такой. Вот, какие у вас плоды, по плодам и узнавайте, в чем вы сейчас пребываете. Вот это в наблюдении за собой, там, образы ветхого и нового человека, и прочее, скажем, писание апостола Павла, или даже, скажем, слова Христа, там, кто хочет идти за мной, отвергнись себе, возьми крест, там, и прочие слова, они предполагают, что человек должен наблюдать за собой, по какому пути он, например, идет, по широкому или по узкому. Вот, исполняет он заповеди Христа, или не исполняет заповеди Христа. Вот, любит он врагов, скажем, молится за обижающих, или не молится, он же всегда должен не просто плыть по течению, как-то рефлексировать над тем, что, во что он верит, соответствует ли его вера заповедям Иисуса Христа. Тоже апостол Павел пишет, наблюдайте, верили вы или не в вере. Может, вы потеряли уже веру, осталось только одно какое-то рассудочное убеждение в том, что Христос есть, так оно ведь было и у всех граждан, русских граждан Российской империи до революции. Они тоже знали, что Бог есть, это же не помешало им совершать, отречься от Бога, или совершать самые страшные злодеяния. Почему мы невнимательны? Потому что, в общем-то, мы кое-зачем наблюдаем, конечно, нам тоже, может, не совсем глупые люди, мы наблюдаем, мы наблюдаем и внимаем, но только за тем, что мы делаем доброго, хорошего. Не за тем, что происходит в нашем сердце, не за тем, что происходит в нашем уме, не за помыслами, которыми входит, не за картинками, не за страстями, мы наблюдаем за тем, что мы делаем хорошего. Вот за теми самыми, тут разные добродетели, перечислил Ефрем Сирин, за то, что мы постимся, за то, что мы боремся с блудной страстью, за то, что мы бдим, или очень много молимся, или, скажем, воздерживаемся от пищи, или там молчим, не осуждаем никого-то, то есть есть некий добродетель, которую мы делаем, и мы очень замечаем за тем, что мы ее делаем. Мы невнимательны к себе, потому что внимательны каким-то своим положительным качествам. Мы их начинаем взращивать и культивировать. Конечно, в большом глобальном евангельском смысле слова это и есть фарисейство. Ведь и фарисеи тоже. Мы, конечно, привыкли так в нашей повседневной бытовой речи потоки мысли, потоки сознания считать себя фарисеев негодяями. Но вообще-то они исполняли очень многие заповеди. Очень многие. Ту же самую заповедь о субботе, скажем. Заповедь о десятине, заповедь о количестве молитв, заповедь об омовениях, заповедь о посещении храма, о том, как в храме должен себя вести. И много чего они исполняли и очень себя за это уважали. Да, они исполняли не все. И более того, чаще всего исполняли самое неважное в законе. Но они же исполняли-то все-таки положение закон. То есть исполняли-то они не расписание, свои там штатное расписание, должностную инструкцию. Они исполняли заповедь Божия. Как же им при этом не гордиться-то? Если человек, скажем, постится регулярно, среду, пятницу соблюдает все посты, причащается только после трехдневного поста, то есть четверг, пятница, суббота, когда он причащается, так ему вот видится. Ну как же ему это? Ну это же добродетель. Ну как я могу себя за эту добродетель не уважать? Ну как я могу вообще там игнорировать, что все вокруг меня этот пост нарушают, а я нет? Хоть что вы мне говорите? Но это добродетель, и добродетель редкая. Я, конечно, не замечаю в том, что от меня дети прячутся, когда я домой прихожу. Или, скажем, муж старается убежать в гараж и там отсидеться, когда я из храма прихожу. Да и в храме там на мое место никто не посмеет встать, потому что все знают, что это мое место. Сам батюшка издалека кланяется мне, потому что боится, как бы я не обличила все его невоздержание, которое у него есть. Вот. Ну и что? Так это ведь за дело? Я ведь, по сути, это дело достойно уважения, потому что я соблюдаю полностью пост. Я так и подхожу, вот когда там перед причастием, вот там молитвы читают ко причащению, служба, там литургия закончилась, там минут пять будет причащение, подхожу и говорю, вот перед иконой Господа Иисуса Христа, благодарю Тебя, Господи. Ну, надо же благодарить за все. Благодарю Тебя, Господи, за то, что я в состоянии соблюдать пост и в среду, и в пятницу, и все Твои четыре назначенные Тобой посты, и даже вот перед причастием Ты сподобил мне попоститься. Благодарю Тебя, Господи, что я не такая, как все вот эти невоздержанные, порабощенные чревом люди, особенно как тот пьяница, сидящий в притворе, плачущий. Вот, и все, и пошел причащаться, а как же, нормально, и мне в голову не придет, что я сделала именно то, что получила насуждение от Господа. Просто не придет, потому что я вижу же, что это добродетель. И благодарю за эту добродетель Христа, никого-нибудь другого. Ну, у кого-то можно по-другому взять, кто-то там ни одной храмовой службы не пропускает, кто-то, скажем, терпит мужу слово против ни одного не скажет, кто-то там молится целыми ночами. Да у кого какие добродетели? Вот особое внимание к этой добродетели и делает нас невнимательными к духовной жизни, невнимательными к самому себе. Мы так гордимся собой за то, что мы какую-то ту или иную добродетель исполнили, что не замечаем больше ничего. И всегда найдем, что наша добродетель в сущности редкостная, что мы немного знаем людей, которые столь же добродетельны, как и мы. И в сущности весь мир для нас очень прост. Есть добродетельные люди, я, ну и подобные мне, и прочий род грешников, грешников, которые вот вокруг меня находятся. И это, скажем, гордыня, внимание, самомнение в отношении какой-то своей добродетели может поглотить, всосать человека всего. Ну вот объясните мне, скажем, вот человек воздерживается в постные дни, не позволяет себе ничего скоромного. Это хорошо? Хорошо. Человек кушает, ну ладно, не будем прокушать, хотя это самое нейтральное. Вот, скажем, мужчина хранит верность своей жене. Это хорошо? Хорошо. А все кругом нет. Все кругом изменяют. Жены, мужья, мужья, жен. А вот он хранит. Прожил там 30 лет, сохранил верность своей жене. А вокруг все его друзья, все до единого, они изменяли своим женам. Ну, когда-то жены знают, да простили, или просто уже деваться некуда. Когда-то и не знают, но он как друг знает, они по секрету ему рассказали. Вот. И он вот так вот живет. Что он нет, а они грешники. И он, естественно, знает, что он добродетельный. А они нет. Ну, ладно, если они обыкновенные грешники, они же, скорее всего, тоже в церковь ходят, тоже причащаются, тоже исповедуются. Вот. И он понимает, что они грешники, а он вот нет. Он хранит редкий дар верности своей жене. А они грешники. И разве хорошо грешить? Плохо. Разве плохо хранить верность своей жене? Хорошо. Вот и все. И человек живет с этой мыслью, очень себя уважая. Нет, он не кричит на каждой перекрестке о том, что он там вот единственный, последний, последний непрелюбодей в этом городе. Нет, он спокойно, это он живет, сознавая это как факт, вот, зная это про себя, вовсе не трубя об этом на каждом перекрестке, зная, что все остальные грешники. И вот этот вот грешник, который изменяет свои, изменял когда-то своей жене, придется скажет, слушай, а что ты вот в храм приходишь, на колени не стоешь? когда молитвы коленопоколененные читают, он говорит, слушай, ты постыдился бы меня учить, а? Ты сам-то как жил-то, что не знаешь, что ли, сколько раз со своей жене изменял? Ну вот изменял, вот стой на коленях, тебе положено каяться, я уж как-нибудь со своей жизнью сам справлюсь. Ну ладно, ладно, а что ты посты вот следу пятницу не соблюдаешь? А зачем? Я и без постов могу хранить верность своей жене, а ты и постишься, а толку-то от твоих постов? Сколько смертных грехов-то надел? Детям-то не стыдно в глаза смотреть? И все. У него море недостатков, смертных грехов, он превозносится, осуждает, гордится, он не чтит, не молится, ничего нет, но он весь состоит из этой своей добродетели, из которой он сделал идол, точнее из себя самого сделал идол. Вот. А почему? Только потому, что он внимателен именно к своей добродетели. И так с каждым человеком, с каждым христианином, с каждым человеком, входящим в церковь. Не надо ничего делать, надо просто, чтобы человек увидел какое-то свое достоинство и стал внимательно к нему относиться. И даже со временем культивировать. То есть уже можно было бы, наверное, наверное, ну скажем, как-то снизить пост или как-то вот иначе относиться к каким-то своим принципам. Но нет. Он особенно, потому что, чем ему гордиться? Чем ему, на чем строить свое превозношение над другими? И поэтому он выбирает эту добродетель и начинает вот с ней жить всю свою жизнь. Именно от этого, от этой закваски фарисейской, которая вот в этом самом и заключается, и предостерегал нас Иисус Христос. А почему, собственно, так? Ну что, грубо говоря, человек не видит своих недостатков? Видит иногда. Но в конце концов, и Бог же никуда не делся. Показывает, да и на исповедь ходить-то надо же. Там же не будешь приходить и говорить, я достоин причащаться, потому что соблюдаю среду и пятницу. Иисповедь все-таки надо что-то вспомнить, что-то придумать хотя бы. Как-то сказать, да, вот с женой поругался, да, сына из дома выгнал, ну да, украл немножко. Вот. Ну, батюшка, я пощусь, пощусь. Вот. И вот это вот периодически накатываемое состояние, как бы, а вдруг все-таки действительно Бог-то меня судит. Ну, какое-то слово Писание прочитает или услышит, или какая-то мысль западет голову, вдруг правда судит. Это же страх, тогда надо что-то делать. Нет, тут же мысль прогоняется, потому что нам неприятно видеть свою духовную неуспешность. Никому неприятно видеть свою неуспешность. и человек любит видеть свой успех, совершенно не любит видеть, как у него не получается. Но именно неуспех, неудачность, неказистость своя, как у мытаря того же самого, она и приводит к подлинному покаянию. мы готовы, мы готовы, мы готовы, скажем, раздуть собственную добродетельность из какого-то единственного доброго дела. И уверены, сами поверили, что Бог нас за это спасет. Хотя все Писание противоречит, что нет у нас надежды, но как же нам жить-то тогда? Как же нам жить? Потому что, если я допущу мысль, что я не смогу спастись с этой добродетелью, тогда же ужас, просто ужас и отчаяние, отчаяние, грех, отчаяние надо гнать. Гоню, гоню, батюшка, гоню, я спасусь, потому что я вот. И все. То есть, и человек так живет, то есть, когда-то он подкатывается к той пропасти, в которую страшно заглянуть, но которая приводит к подлинному соединению со Христом и обретению веры во Христа, потому что больше верить-то в тебе не в чего. Больше никто тебя не может спасти в твоем смрадном болоте. Нет, это страшно. Там действительно, пожалуй, во Христа поверишь и во Христа обличешься. А я хочу все-таки, чтобы у меня была такая стабильная почва под ногами, чтобы я верил, что вот за эту добродетель, за то, что я хожу каждый день в храм, или за то, что я причащаюсь каждую неделю, или за то, что я в Великий пост соблюдаю, или еще за что-нибудь, за то, что никогда чужого не взял, или за то, что там детям все отдал, вот за это я спасусь. Не за веру. Что такое вера? Вера непонятно что. Это как-то вот получается все от Бога зависит. Я-то не могу, чтобы все от Бога зависело. Я хочу, чтобы вот была некая непоколебимая база, на которой мог бы стоять и верить, вот за это я спасусь. Вот за это Бог обязан меня, пусть только попробует, меня не спасти, я покажу ему. Как это он смеет меня не спасать, если я вот это делал всю свою жизнь? Вот почему крутит нами сатана. Потому что этот сатана таких же, как мы, фарисеев, довел до Бога убийства. До чего угодно доведет. Потому что, когда я верю в собственную добродетель, какое-то одно, когда я верю в собственную непоколебимость из-за того, что у меня есть какая-то добродетель, я отпал от Христа. Ну и можно делать все, что угодно. И дьяволу даже не надо со мной бороться, надо не мешать мне там хранить верность своей жене или не брать ничего чужого или молиться каждую ночь. Зачем мне мешать? Я уже готовенький, я готов погибнуть, я уже в погибели, вот так и оставайся. Бог иногда вмешивается, говорит, да не так, все просто, ну уже, что-нибудь еще сделай, но тогда я должен броситься в пропасть, где нет никакой опоры, кроме веры во Христа. Я боюсь. Потому ничего не происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова